Всем привет, друзья! С вами AmwayDV21 и мы продолжаем с вами смотреть реплей с конкурса Щит и Меч. Конкурс, на котором необходимо не просто нанести много урона команде противника, но и сделать это красиво. Сделать это так, чтобы при этом отбивать вражеский урон и чтобы сам бой получился каким-то эпическим. И в конце концов Объект 140. Мне кажется, игроки в нашей игре делятся на какие-то пристрастия. Одним нравится Е100, другим нравится ИС-7, еще что-нибудь там кому-нибудь нравится, но Объект 140 нравится всем. Какой-то очень удачный и универсальный танк. Несмотря на то, что у нас в советской ветке СТ-шек 3 одинаковых по факту танка, Объект 140 снискал наибольшую любовь. Вследствие того, что у него очень хорошая стабилизация, очень маленький разброс от поворота ходовой, от поворота башни, вообще в движении. И это очень удобно. Танк всегда готов стрелять. И хоть у него и не сильно большой разовый урон по меркам других СТ-10, но все же основные снаряды подкалиберны и имеют очень хорошее бронепробитие. А это всегда приятно. Голдой стрелять необходимости очень мало. Ну и мало того, точность. Отличный ДПМ и довольно быстрое время сведения, это тоже характеристики для Объекта 140. Но несмотря на это, он еще и достаточно неплохо бронирован. И именно он благодаря этим своим качествам и неплохо так заходит, в том числе и на наш конкурс. В отличие от СТ-9 уровня Т-54, у Объекта 140 нет каких-то супер крутых бронеплит во лбу. Обе и верхняя и нижняя по 100 мм. Но угол там довольно неплохой и получается, что приведенки в ВЛД 250, а в нижнем бронелисте 200. Что это означает? Это означает, что в большинстве случаев вы всегда получите в эти места с уроном. От, по крайней мере, танков 9 и 10 уровня, скорее всего. Но вот башня имеет более-менее устойчивые миллиметры и очень даже неплохие. 240 мм лоб, но при этом очень слабая крышка. Если вы представляете себе голову лысого человека, то и башня Объекта 140 примерно так же. Лысина 30 мм. В нее заходит очень много и артиллерийских фугасов, но правда, к счастью, это история не этого боя. И в том числе, очень часто от нее там чего-нибудь да и не рикошекит. Ведь всего лишь то нужно, чтобы пробивать в крышку. А Объекта 140 это калибр больше, чем 90 мм. Но не только лишь крепкая башня, это залог хорошего танкования и отбитых вражьих снарядов. Еще и углы вертикальной водки не помешают. И в этом случае Объект 140 хоть и не рекордсмен, но точно не аутсайдер. В отличие от каких-нибудь там китайских эстэшек, у которых башни тоже крепкие. И казалось бы, можно ими воспользоваться. Но приходится это делать либо в каких-то совершенно невероятных ямах, коих в нашей игре хоть и много, но удобных почти нет. Либо же проявлять какое-то безумное творчество. Клинча там, например, или что-нибудь еще. Тем не менее, Объект С40 в этом хорош. То есть, за что его любят игроки? За полнейшую универсальность. Он подойдет почти всем. И он достаточно легок в своем использовании, потому что ДПМ имеется, подвижность и выше обозначенные все плюсы. Наш герой, в отличие от всей команды союзников, как-то не сильно охотно расстреливал всех тех врагов, которые были чуть ниже, ну, минутку назад, когда вот у подножия их холмика. И выбрал для себя именно этого француза. АМХ-31 образец. Тем не менее, закон сохранения противников сработал. И раз их было очень мало на правой половине миникарты, значит, все оставшиеся сейчас находятся на левой половине. Там же, где находится у них и база. И вот сейчас как раз самое ключевое решение нашего героя, зовут, кстати, которого Михаил, это спуститься, сместиться. Как раз дефить свою собственную базу. Потому что по настроению союзников у них это получаться будет, точнее, как желание делать это у них немного. В отличие, там, пожалуй, от Леопарда, ну и вот от совзводной 54. Кто бы что ни говорил, а карта Элленберг, она довольно забавная и всегда почему-то играется одинаково. Если вот как сейчас, таким инь-янь образом, вся команда зеленых ромбов проехала без сопротивления по одной стороне, а команда красных по другой, то и тем, и другим предстоит такая довольно сложная задача. А что дальше делать? Заезжать на вражескую базу, что тем, что другим, небезопасно. Хоть и добавили теперь на Элленберге этот брод, но сама база, что там, что здесь, расположена на очень открытом пространстве, сбивается очень легко и очень много кустов, что там, что сям, которые позволяют выстрелить первым, то есть сбить захват и дальше будь что будет. Мало того, наш герой еще знает отличное место. Есть небольшая ямка возле союзной базы, да и здесь не так и мало этих, честно говоря, ямок, и все они хорошие. Все они подходят для Объекта 140. Все лишь что нужно, во-первых, это соблюдать дистанцию и использовать точность и стабилизацию Объекта 140. Чем это хорошо? Тем, что не нужно тратить слишком много времени после того, как ты уже выехал на выстрел. То есть обычно, как это делается на каких-нибудь там японских или китайских топовых СТ, вот ты выехал, но будь добр, еще там секундочку или полсекунды хотя бы сводись. На Объекте 140 выезжаешь и почти сразу стреляешь. Очень удобно. И наш герой и как раз этим делом пользуется. Плюс и куст, как я вам уже говорил, здесь позволяет просто отстреливать все. И вот сейчас так неожиданно оказалось, что по факту Объект 140 один здесь сдерживает четыре танка противника. Помогает ему еще немножко леопард, скажем так, сзади, но он скорее присутствует там как сдерживающий фактор. Хотя можно, наверное, еще и Мауса сюда отнести. Иными словами, противники попали в ту самую ловушку. Как и союзники. Гляньте на миникарту. Уже никого не осталось из тех зеленых ромбов, которые были сверху. То есть, однажды приехав, они понимают, ну раз мы приехали, нужно же что-то делать. Нужно же ехать до конца. И поэтому все, как коровы, как скот, едут на убой. А что еще здесь сделать? Базу не забрать? Потому что уж слишком хороша позиция обороняющихся. Назад ехать смысла нет, потому что мы ехали-ехали и наконец приехали. Короче, типичная история на этой карте. Уверен, вы такое сто раз видели. Если сейчас мы с вами посмотрим на верхнюю середину экрана, то мы увидим, что примерно 4000 хп у команды союзников и почти 7 у команды противников. Ранница большая, внушительная и, казалось бы, опасная история. Но уже сейчас видно, что шансов у всех тех, кто это хп сюда привез, к нашему герою, очень мало. Потому что они ему ничего не могут сделать. Те самые миллиметры брони, про которые я вам рассказывал в начале видео, сейчас работают. Не пробивает его кв 4 ббшками. Хомяк не пробивает. И даже начинает голдой стрелять по нему тапок, и тот безуспешно. Либо промах, либо рикошет. Все, что нужно звезде рок-н-ролла, это хорошая ямка, углы вертикальной отки и стабилизация, чтобы быстро наносить урон, быстро выезжать и отличный, кстати говоря, ДПМ. Тоже сюда добавим. Кстати, в отличие от других боев на конкурсе, где очень часто послабляющим фактором, ну и одновременно способствующим хорошему танкованию является отсутствие артиллерии в принципе, потому что все мы с вами знаем, что очень многие карты преображаются без арты. К примеру, тот же Тихий берег, например. Карта без слез не взглянешь, каждый бой кошмар, но когда арты нет, она вообще прекрасная. То же самое примерно здесь можно было бы сказать. Но нет, артиллерия одна имеется. Пусть она не сильно с большой альфой, то есть такая, скажем, не сильно угрожающая, но в каких-то благоприятных исходах она может и накинуть как раз в эту лысину и нанести там свою несчастную тысячу, а то и больше. Тем не менее, раз арта имеется, скажем, скидок на то, что ее нет, игроку делать не стоит. То есть, все по-честному как бы. Ну, я к тому, что часто бывают реплеи, которые получаются прямо экстраординарными, именно как раз благодаря тому, что нет арты. Здесь же есть. Но другой вопрос, че же она не бьет-то по нашему герою, да? Все мы с вами знаем, играем мы за место нашего этого Михаила, то по-любому бы, только по нам бы она стреляла от артиллерии. Ну, как по мне, так точно. Тем не менее, без арты, что называется, все хорошо, хотя даже несмотря на то, что она есть. Заблудший ИС-7 счетчик суммарного хп команд обновился. Теперь же все очевидно, счет стал в нашу пользу. Напомню вам, если вы не в курсе, счетчик иногда работает некорректно, когда противники встретятся вне квадрата отрисовки. То есть, как бы, машина клиента не знает, что за пределами этого квадрата. Как только они заезжают внутрь, он обновляется и показывает правдивые цифры. Сейчас уже все хорошо. Напомню вам, как было раньше, 4000 союзников, 4000 хп у союзников против почти 7 у противников. И благодаря нашему герою вся эта каточка оказалась перевернутой в пользу. Потому что что? Потому что он мог поехать и быть частью стада союзников, которая умерла в атаке на вражескую базу. Вместо этого он вернулся и встретил стада противников. И грамотный их всех выпас. И к концу этого боя у нашего Михаила наберется практически 10 тысяч очков урона. Хороший ли это знак? Абсолютно. Значит ли это то, что он очень правильно сыграл более чем? Но и при всем при том, хоть и конкурс у нас на натанкованный урон в том числе, у нашего героя не получилось прям какое-то сверх эпическое количество урона отбить. Почему же я решил данный бой включить в этот конкурс? Все просто. Потому что он не отсиживался вдали, он действовал на оптимальные дистанции от противников. Где-то в начале боя это было не оправдано, а в конце более чем оправдано. Грамотная позиция, торчащая только лишь башня, и если бы противники по нему стреляли побольше, то и урон отбитый был бы еще больше, естественно. И они просто забили на него, потому что его там невозможно пробить. Поступили абсолютно правильно, действительно, сделать это очень сложно. Тем не менее, почти 4000 урона заблокировалось броней, да, это не 10000, но все же неплохо. Артеллерист попался, как обычно, конченный, поэтому не дал герою нашему перелистнуть планку 10000 урона. Тем не менее, отличное место на конкурсе, и прекрасный бой. Спасибо за внимание, надеюсь, вам понравился данный бой, отметьте его лайком, если это так. На сегодня все, подписывайтесь на канал, до новых встреч, всем пока!